Разве вы не любите ощущение свежего воздуха по утрам? Представьте, что вы только что проснулись и потянулись. Вы собираетесь открыть окно в спальне, чтобы проветрить комнату, как вдруг замечаете, что оно застряло. Конечно, если сейчас зима, рама могла примерзнуть за ночь. Но это может означать и нечто опасное. Окна заедают перед одним коварным природным явлением, которое происходит из-за изменений в почве и горных породах вокруг вашего дома. Я говорю об оползнях. Они часто вызывают скопление воды в почве, что может привести к ее расширению и давлению на фундамент здания. Смещение почвы и горных пород может также оказывать давление на здание, вызывая проблемы с окнами и дверьми. Если вы считаете, что в ближайшее время может произойти оползень, стоит немедленно эвакуироваться и найти убежище. Вот другие признаки, на которые вы можете обратить внимание, если подозреваете, что грядет оползень. Например, деревья, которые внезапно принимают странную форму. Они могут изогнуться из-за движения почвы в направлении провала склона. Верхушки этих деревьев остались неизменными, но корни были вынуждены изогнуться в другом направлении. Иногда деревья могут даже иметь крючкообразную форму. Такая форма помогает им сохранять вертикальное положение и быть более или менее устойчивыми, несмотря на движение почвы вокруг. Если вы не уверены, есть ли рядом с вами места с повышенным риском оползней, вот что должно вас насторожить. Для начала очень крутые холмы, особенно на дне долин, или места, где недавно был пожар. Дальше идут участки, где люди сильно изменили землю, вырубив деревья или построив слишком много зданий. Берега рек или ручьев также не очень хорошо защищены от оползней, поскольку почва там более мягкая. Чтобы не рисковать, вам стоит знать о признаках, которые предвещают другие опасные природные явления. Например, небо может приобретать странный зеленый оттенок. Раньше люди считали, что если небо становится зеленым, значит вот-вот появится торнадо. По большей части это миф. Ученые не смогли найти прямой связи между зеленым небом и торнадо. Однако этот свет намекает на сильную грозу. Ученые выяснили, что грозовые тучи могут менять цвет неба на зеленый. В основном это связано с тем, как солнечный свет проходит через плотную влажную атмосферу. Если вы столкнетесь с дождем, когда на небе нет ни облачка, не пугайтесь. Как бы странно это ни звучало, но в редких случаях дождь может идти и при ясном небе. Такое явление называется солнечным дождем, потому что кажется, будто капли падают прямо с солнца. На самом деле это, конечно, не так. Вы видите оптическую иллюзию. Дождевые облака просто расположены на некотором расстоянии от места, где вы находитесь. Если солнце светит сквозь них под правильным углом, они становятся невидимыми. Добавьте ветер, чтобы капли полетели в вашу сторону. Вот вам и солнечный дождь. И не стоит думать, что если идет дождь, то вы защищены от солнечных лучей. Всегда пользуйтесь солнцезащитным кремом, даже если идет мелкий дождь. Видите странные квадратные волны? На фотографиях они выглядят классно, но в реальности очень опасно. Если увидите квадратные волны во время плавания или серфинга, немедленно выйдите из воды. Они связаны с сильными и потенциально опасными течениями. С этими волнами бывает так трудно справиться, что они могут создать проблемы даже для лодок и кораблей. Высота некоторых из них может достигать 3 метров, и они неожиданно появляются вблизи многих пляжей. Лучше всего квадратные волны можно рассмотреть во Франции, на острове Ире. Но их можно наблюдать и в других местах, например, в южной части Тихого океана. Почему эти волны возникают? Мы видим их, когда две волны из разных морей или океанов ударяются друг от друга под углом 90 градусов. Это происходит на границе между двумя морями или океанами или вблизи полуострова. Животные могут заранее предупредить нас, что что-то идет не так. И это не обязательно наши питомцы. В 2004 году сильное землетрясение под водой недалеко от Индонезии вызвало огромное цунами. Волна разрушила множество городов вдоль побережья Индийского океана. Многие люди не получили предупреждения, потому что системы оповещения не успели вовремя заметить признаки. Однако некоторые животные, такие как слоны и фламинго, заранее почувствовали приближение чего-то плохого. Они начали убегать еще до того, как на берег обрушилась волна. В одной деревне в Таиланде люди заметили, как буйволы убегали на возвышенность и сразу поняли, что что-то должно произойти. Ученые давно знают, что животные умеют предсказывать опасные природные явления. Взять хотя бы трудоисторика Фукидида, который в 373 году до нашей эры писал о том, что животные вели себя странно перед сильным землетрясением, разрушившим древнегреческий город. Люди также сообщали, что перед землетрясением в Неаполе в 1805 году валы, овцы, собаки и гуси начали издавать громкие звуки, а лошади убегали. Нечто подобное произошло с животными в Сан-Франциско перед мощным землетрясением 1906 года. О странной способности животных предсказывать землетрясение появилось множество теорий. Исследователи замечали странное поведение животных за 20 часов до того, как начиналось движение земли. Некоторые считают, что животные чувствуют изменение воздуха из-за движения горных пород, когда камни сталкиваются друг с другом за несколько дней до землетрясения. Они выделяют минералы, которые попадают в воздух. Поскольку у большинства животных обоняние развито лучше, чем у нас, они могут понять, что что-то случилось гораздо раньше. Человеческий организм тоже может предупреждать, что скоро произойдет что-то неладное. Но не так, как вы думаете. Когда нам холодно, наши волосы встают дыбом, потому что маленькие мышцы у основания каждого волосяного фолликула сжимаются. Это делает кожу бугристой и помогает удерживать воздух, чтобы нас согреть. Это происходит со всеми животными, у которых есть волосы или мех. Но для нас это не имеет особого значения, поскольку волоски на нашем теле слишком редкие. Лучший способ согреться – это дрожь, которая заставляет наши мышцы быстро двигаться. Но волосы могут встать дыбом и по другой причине. Это может быть признаком того, что вот-вот ударит молния, и вам нужно срочно искать укрытие. Перед ударом молнии в воздухе накапливается положительный электрический заряд. Он заставляет наши волосы вставать дыбом. Даже если кажется, что гроза далеко, этот электрический заряд – верный признак, что нужно быстро зайти в дом. Если вы чувствуете запах дыма и жар, это может означать, что соседи устраивают барбекю. Но прежде чем отправляться к ним в гости, лучше убедиться, что поблизости нет лесного пожара. Следите за дымом и дымкой, и обращайте внимание на животных, покидающих окрестности. Лесные пожары могут причинить большой ущерб, но немногие знают, насколько быстрыми и непредсказуемыми они бывают. Маленькая искра от свечи или костра может стать причиной огромного пожара, разжигающего тысячи гектаров земли. При определенных условиях лесной пожар может быстро распространиться и перекрыть вам путь к эвакуации. Местные власти обычно предупреждают о начале лесного пожара, но иногда вы можете не получить сообщения вовремя, поэтому лучше знать, на что обращать внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова